Доброе утро, уважаемые дамы и господа! Мы начинаем наше гостевое включение. Как обычно, оно не так в сидячем формате, как вы привыкли видеть в нашей программе. Сегодня мы решили сделать своими руками настоящее произведение искусства. Ну, первый раз в жизни решил воспользоваться служебным положением. И, честно признаюсь, буквально через несколько дней у моей племянницы день рождения. И мы решили вам показать, какой же можно подарок сделать маленькой девочке, которая исполняется 7 лет. Итак, сегодня у нас в гостях мастер-хедмейт, человек, который может делать из всего конфетку. Встречайте, Елизавета Шефер сегодня у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас приветствовать, большое спасибо, что пришли к нам и покажете, что же можно сделать из привычных вещей. Какой-то необычный сюрприз. Что мы будем сегодня с вами делать? Сегодня мы будем делать торт из киндер-шоколада и Рафаэла. Ну, там, в отдельности это очень вкусно. А вместе еще вкуснее, наверное. Да, и детям очень нравится. Ой, как здорово! Ну, что для этого нужно? Скажите, мы купили 4 киндер-сюрприза. Это не реклама с шоколадным изделием. Очень много киндер-шоколада. Сейчас многие дети говорят, мама, мама, я хочу точно такое же. Ну что же, давайте посмотрим. И Рафаэла. И Рафаэла такую большую коробочку, которая позволит вам попить чай, а быть, может даже удивить своих родных и близких. Итак, Елизавета, с чего мы начинаем? Ну, мы вовнутрь мы положим киндер-сюрприз, чтобы девочка открыла и удивилась. Хорошо. Три штучки достаточно будет. А зачем туда 4 покупали? Ну, мы еще сверху украсим. Ах, вот так вот даже. Ну, великолепно, слушайте, здорово. Вот. Помимо того, что там и так очень вкусно, еще добавляем сюрпризов в эту самую коробочку. Закрываем. Как будто нас там и не было. Вы знаете, многие продавцы так и делают. Открывают их, берут оттуда все, что нужно, закрывают, говорят, а нас там и не было. Да, теперь, прежде чем крепить киндеры, нам нужно сделать основу. Можно использовать либо такой скотч, либо на вспененной основе. А такой скотч это двухсторонний? Двусторонний, да. Обыкновенный просто двухсторонний скотч, либо на... Да, на вспененной основе. Ну, хорошо. Сегодня мы будем использовать на вспененной основе. Хорошо. Вот, вот так вот отклеиваем. Просто так, да? На глаз, посередине мы наклеиваем. Да, да, да. Там не зависимости не играет роли. Не принципиально. Да. Отлично. И это дело мы отрезаем, подклеиваем, и все у нас с вами красиво должно получиться. Да, теперь снимаем слой. Он нам не нужен. Хорошо, я заберу его себе. Ну, и приступаем обклеивать киндерами. Вот так вот он у нас крепится. И по кругу пошли, поехали. Да. Сильно книзу не берем, чтобы там могла открыться крышка. Угу. Ну, достаточно кропотливый труд. Ну, да. Ну, что ж поделать. Ну, что поделать, зато красиво. Да. Ну, а вы знаете, очень много работ, наверное, вы сделали в своей жизни, и не только же из шоколада, там, из всего остального, что может быть, из чего вообще делается. Ну, из гофрированной бумаги делают много цветов. Ну, люди заказывают. Ну, а вам не жалко, допустим, вот вы сделали произведение, оно безумно вкусное, интересное, красивое, а потом это все вероломно ломается, естся. Ну, ведь самое главное то, что когда людям даришь, им приятно становится. Ну, хорошо, тоже верно. Да. Вот так вот, в принципе, незамысловато, очень легко и просто мы с вами делаем то, с чем не стыдно отправиться на любой праздник. Любому ребенку, да и даже взрослой девушке, это будет приятно увидеть, особенность, ну, много же сладкоежек. А мужчины не пробуют сделать, допустим, а сделать им не из селедки. Вот, да, делают, мы делаем букеты из рыбы и торты из алкогольных напитков. Даже так? Да. Ничего себе. А обычно кому-то вручается мужчинам? Мужчинам, да. Ну, на 23 февраля дарят, на 7 мая заказывают обычно. Вы знаете, приходит к вам домой ваша любимая девушка и говорит, ну, дорогой, вот тебе подарок, букет из рыбы и вот тебе алкогольный салат. Ну, бывает, да. Классно, слушайте. Ну, мне кажется, мужчины не откажутся от такого. Да, мужчины вообще обычно не отказываются ни от чего. Хорошо. Вот так вот очень лихо мы с вами по периметру прошлись киндер-шоколадом. Отклеивается. А это оно сейчас все соберется, оно не отклеивается. Все, хорошо, молчу, молчу. Итак, получается, на одно произведение искусства требуется буквально это минут 10. Ну, да. Вашей фантазии, вашего времени. В зависимости от объема работы, где-то и подольше приходится поработать. Ну, сегодня мы с вами очень по-легкому так обошлись. Да. Здорово. Главное, как говорится, фантазия и умение ее применить в нужном направлении. Отлично. Вот и все. И вот видите, как обычная коробка, которая была обыкновенная, простая. Вот теперь она стоит в три раза дороже. Все очень просто. Да. Так, двусторонний скотч. Да. Опять же, на вспененной основе. Да. Мы берем киндер сюрприз. И вставляем его во внутрь. Это все то, что мы можем найти в любом магазине. Перед тем, как сделать это чудо, мы с Елизаветой отправились в два магазина, потому что в одном не было такого объема, который нам нужен. И, соответственно, вот решили сделать такой именно сюрприз. И красиво это еще ленточкой перевязываем. Боже ж ты мой. Ну, слушайте, мне нравится уже. Как вам? По-моему, очень даже неплохо. И красивый бантик сбоку, да? Да. Хорошо. И то, что вот вы говорили, ну, отходило, получается. Оно же все прикроется и ничего не будет видно. Как давно вы этим занимаетесь? Ну, вот как. Где-то с декабря месяца. Этого года? Да. Ну, в смысле, 2015-го? Да, 2015-го. А почему именно этим начали заниматься? Где увидели, где рассказал вам кто, быть может, поведал? Какие-то тайные секреты? Ну, да, увидела, мне стало интересно, решила тоже попробовать. Для себя сначала? Да, для себя. Ну, решила на Новый год там близким, родственникам подарить. Вот. Ну, и мне понравилось и стала заниматься этим. Ну, а сейчас это приносит деньги? Ну, да. Вам сколько лет сейчас? 19. 19. Она студентка первого курса. Через неделю будет. Да вы что? Ровно через неделю. Я бы вам подарил, но нет, вы знаете. Я вам могу только вот презентовать. Сколько вам? 19 лет? Будет, да? Боже, что мой. О, я уже даже одно открыл. Что ж такое? Что ж у меня с руками? Безумно волнует. А вот всем, что осталось, что можно сделать? Съесть. И все? Ну, да. Ну, можно еще внутрь добавить. Куда внутрь? В сам подарок. А, вот так-то? Да. Ну, давайте попробуем. Давайте. Не пропадать же добру. Ну, конечно же, мы с Лизаветой и с нашим уважаемым оператором Антоном Борисовичем это все дело потом закрепим. Вкусный кофе. Здесь ЛСГО и, безусловно, киндер с шоколадом. Вот так получается. Снимается наша крышка, и она ничего не мешает. У нас здесь так много, что уже нет места. Ну, видите, как-то. Прекрасно. Ну, три штучки-то оставьте для того, чтобы сегодня мы вам с вами тоже отпраздновали все это событие. Ваш наступающий день рождения. Ну, и наш наступающий день рождения моей племяннице, которой передаю большой привет. К сожалению, она нас с вами не увидит, только вы... Держите вам еще. А, еще дальше? Больше всего не влазит? Нет. Ну, тогда вам в честь дня рождения два, а нам по одной. Хорошо. И вот так закрываем, получается. Угу. И вот подарок готов? Да. Ну, честно вам признаться, на все про все мы потратили около пяти тысяч тенге. Ну, потому что это дорогое, не самое дешевое удовольствие, которое можно найти в нашем городе. Одна кробочка стоит 2,330 в магазине мы покупали Рафаэла. А киндер сюрпризы и киндер шоколад мы отдали около двух тысяч тенге. Ну, нет, около трех тысяч тенге. Итого, получается, да, пять с копейками тысяч тенге мы отдали за вот эту всю красоту. Плюс, не считая, конечно, вашу работу и то, что мы можем вас поздравить с наступающим днем рождения. Ура. Давайте расскажем, где вас можно найти, где можно посмотреть ваши работы, потому что всегда фантазия вызывала огромное удовольствие от тех людей, которые ничего не могут придумать. Вы это все придумываете, вы это все воплощаете в жизнь. У вас это очень великолепно и лихо получается. Ну, конечно, так, рекламу такую. Елизавета Шефер, мастер вашего праздника. У меня есть страница ВКонтакте, подписанная Елизавета Кустанай. Добавляйтесь в друзья, пишите, заказывайте подарочки. Буду рада вам помочь и воплотить вашу мечту в реальность. Ой, молодец какая. Ну, а также вы у нас студентка первого курса. На кого учитесь? Юриспруденция. Ну, и как же так совмещается юриспруденция и такие творческие дела? Ну, все успеваем везде. Ну, а как учиться? Хорошо. Год-то заканчивается? Какие отметки? Пятерки, четверки? Пятерки, четверки. Ой, молодец ты какая. Ну, вот такие вот веселые адвокаты и юристы нас будут защищать. А если, не дай бог, что плохо сложится, то будет какую интересную передачку вам передать в то место. Да? Да. Ну что, сегодня у нас в гостях была удивительная девушка, лучезарная, умница, красавица и, безусловно, талантливая. Потому что своими руками она может делать то, что никто не умеет. Мастер хэдмейда, и не только из сладкого. Он говорит, что алкогольные напитки и рыбы, что еще? Мягкие игрушки вы добавляете. Мягкие игрушки, гаврирная бумага. Гаврирная бумага. Все, что можно использовать. Все, что можно. Вот все, из чего захотят, все можно сделать. Да. И так же удивить. Да. Прекрасно. Ну что, посмотрите ее работы в интернете, подписывайтесь и заказывайте ее творение. Между прочим, как она сама сказала, что другие конкуренты наворачивают на любом подарке как минимум 2-3 тысячи тенге от стоимости самого продукта. А она это делает за 500-700 тенге. Чувствуете разницу? Ну что, большое спасибо, что вы были с нами с утра пораньше. Ну а вы оставайтесь вместе с нами. Всем доброго утра и прекрасного настроения. Ну а мы же пока отправляемся с таким чудом, чудо-подарком к нашей племяннице, ну к моей племяннице. Ну и, соответственно, маленькую паузу сделаем для того, чтобы попить вкуснейшего кофе здесь в Let's Go. Доброе утро.